Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это продолжение прохождения игры под названием Warhammer 40 000 Space Marine. Мы с вами закончили на том, что... Да ёптать. Что вместе с Инквизитором преодолели какую-то ограду большую из орков, долетели в какую-то вообще пустыню, где есть какой-то исследовательский центр, и вот источник энергии, который Капитан Тит несёт, нужно донести туда. Вот как-то так. Желаю всем приятного просмотра. Про лайк, комментарий не забывайте. А мы закончили как раз на этом месте. Да, почему у меня оберплей вот этот в стимовский всё время вылезает. Закончили на том, что дошли вот до какого-то моста, и на него сейчас будем подниматься. Ага. Вот площадочка. Тупиковая, да, естественно. Ни каких-то секретиков тебе? Ничего. Живо в укрытие! Ну давай. Эти милкаши, конечно, они вообще что-то просто как мясо для битья, блин. Не знаю, они ничего не делают. Тем более они ещё с ближним боем, с дубинками какими-то бегут. Ладно, если бы у них какие-то автоматы были. Эти трубы ведут в подвал комплекса. Вот наш вход. Под хорошим углом трубы клали. Мы спокойно по ним прошли, даже не скользили. На то и был расчёт, что по ним будут ходить. Ну типа на страну же, да? Максимально. Оп, сохранение ещё одно. Глава 10. Дом секретов. К чему стоит готовиться, инквизитор? О да. Оборонительные устройства. А какие именно, инквизитор? В основном серва турели. Готовы убивать орков. Они запрограммированы на уничтожение всего в радиусе огня. Значит им у нас они будут проблемные, да? Ясно? Работает изоляция. Впереди турели. Советует миномёт, да? Или снайперка. Топоры я так и оставлю. Есть, есть. Мы, конечно же, не пролезем. Погнали. Ну в принципе, наверное, миномётом, если зацепишь. Снарядом. Для исполнения протокола в безопасности требуется авторизация. Как взорвать? Ага. Ракетная установка! Норм. Тут повсюду эти пушки, особо не разбежишься. Мы должны расстрелять их все. Я могу отключить их из центрального блока безопасности. Значит, отправляемся туда. Да ёпва мать. Сык. хотел бы припасов еще взять не не дают увы работает изоляция жесткие они и вот и и это и и и и и и и и Все, что ли? Ну, с турелями, конечно, да. Не весело, вообще не весело. Орки лучше. Для исполнения протоколов безопасности требуется авторизация. И как хп мне пополнить? Только яростью? Да. Такой простой ты, блин, отведи меня. А что тут у нас за контейнеры любопытные такие, а? Вопросы вы не будете задавать, нет? Это типа нормально. То есть разобранный орк, это нормально. Угу. Ладно, мы закрываем глаза, это мы ничего не спрашиваем. Прорыв на кинезоналов. Открываем протоколы уничтожения. Авторизация в ройде. Протоколы остановки. Скоро откроется выход, капитан. Но я боюсь, что турели дальше за этой комнатой остались активными. Ну, естественно. Что содержится в этих контейнерах? Особи для моих исследований. Образцы. Клетки. Операционные залы. Здесь просто разит ксеносами. Это касается только инквизиции ультрамарины. Сюда, ультрамарины. Вот, ну, прямо, знаешь, прозрачно намекает, очень прозрачно, что он какой-то хрен недобрый. Мне кажется, по-любому с хаосом связан. О, что мне тут дадут? Космодесантник опознан. Орден ультрамаринов. Разблокирован болтер Кракен. Этот модифицированный болтер ведет огонь особыми боеприпасами с адамантиновыми сердечниками. Они наносят мощный урон вражеской броне и способны доставать врага даже в укрытии. Это оружие навсегда заменит ваш стандартный бластер. В смысле, оно сквозь стены стреляет или что? Огневое ядро все еще активно. Отлично! Если это и есть огневое ядро, Инквизитор, оно, значит, питает всю структуру? Нет, не совсем так. Ядро поднимается под крышу комплекса. Под ней расположен основной огневой блок. Кровь мучеников семя империи. Кровь мучеников семя империи. Моя империя. Тревога. Обнаружены инопланетные формы жизни. Нееет! Так, ну хоть отрегенили, это уже неплохо. Вот единственный раз, когда пригодилась эта штука. Типа турели целятся только в голову, поэтому когда ты так немножечко выглядываешь из-за угла, она не стреляет тебе по рукам. Не-не, тупые машины, тупые машины, да. Ну, видно, что рассчитаны как раз против орков. Орки так бы стрелять не смогли. Ну, похоже на это. Че-то изи прям. Эм, мельтаган. Ну, намекает, что болтер нужен. Ладно. Этот охотник снайперкам. Тут турели нет. Ладно. Ладно. Здесь комната управления за этими дверями. И этими турелями. Нет? Пока не активируется? Ни хрена. Ёпая мать. Ну, вы че? Вы че, угораете? Не, ну, этот болтер, блин, охота прям попробовать. На живых оппонентах. Насколько он будет прошивать хорошо. И, типа, будет ли там... А, ну, может быть, то, что можно щитовиков пробивать насквозь. Опа. Максимальная ярость разблокирована. А, значит, уже почти финалочка. Теперь уровень вашей ярости увеличивается быстрее. Используйте это преимущество, чтобы обрушить на голову врагов всю мощь человечества. Понятно. Так, ну, молот мы оставляем. Точнее, топор. Замечательные припасы. Я скоро отключу все системы безопасности, капитан. Но боюсь, что они тогда уже не смогут сдерживать орков снаружи. Ну, ничего страшного. Вы сможете выстрелить. Конечно. Нам стоит поторопиться. Это место скоро будет просто кишать орками. Конечно. Системы безопасности отключены. Авторизация пройдена. Снятие блокировки. Теперь отправляйтесь в генераторную. Господи сам. Вот и орки. Фух. Я живу. Ну, дэмэдж есть. Дэмэдж есть. Хороший прям. Как будто даже поточнее стало, что же. Поместите контейнер в гнездо энергетического ядра, капитан. Снова риска обучения. Только если уроните контейнер. Никаких приколюх не осталось. Ладно. Катсценка. Пожалуйста, не вылетай. Очень хорошо, капитан. Какой-нибудь портал сюда откроет. Наконец-то вы избавились от необходимости носить его. По-любому. Вот. По-любому. Отойдите назад. Психическая плеть. Инициация протокола стрельбы. Проклятая дрянь. Что мне нужно будет сделать, Инквизитор? Вам нужно будет вручную перезагрузить весь массив. С применением силы, если потребуется. Где? Огневая камера. Ультрамарины, идите на лифт. Капитан, вы должны поспешить. Чёртовы орки перерезали проводники, ведущие к огневой башне. Вы должны подключить проводники, капитан. Иначе будет перегрузка и всю планету разнесёт на части. Понятно. Устраните последствия саботажа. Ой, господи. Вот эта часть игры как будто немножечко подсдулась. Мы уже максимальный уровень получили ярости. Новых оружий вряд ли мы получим. Вот апгрейд получили и всё. Слава дни. Ну свитки какие-то странные. Ну блин. Инквизитор, каналы снова подключены. Теперь идите к главной панели управления. Авторизация на оружие подтверждена. Ну вот. Ну блин, пахнет хаосом, ребят. Ну. Я играл в Dawn of War. Хаос сто процентов здесь. Их план. Основное удерживающее крепление освобождается. Запущена программа стрельбы. Оу. Огонь. Тревога. Взгляните на шпиль. А я искал тебя, господин. А я искал тебя, не задник. У тебя есть кое-что и оно моё. Босс файт? Серьёзно? Чё происходит? А чё произошло? Я ксеншель пропустил или чё? Они только высадились и тут опа, они все уже легли. Почему не сработало? Проклятый дроган. Не доверяй инквизиции. Спокойно, ультрамарины. С этими орками мы справимся. Десантник. Это типа было больно? Блядь, ну это же хаос. Демоны хаоса? Как такое возможно? Сука. Кто этого не знал? Кто это рискит, десантник? Ох. А это кто? Ну, это так было предсказуемо просто, вот, бля. Инквизитор, назад! Какой героизм? Дроган! Я верно послужил вам, лорд Мимирод. Вы предатель. Что за фиолетовый дождь? Понимаю. Мой слуга сделал больше, чем я рассчитывал. Но он бы не справился без вас. Капитан Тит. Благодаря храбрым космодесантникам мы прорвались в эту реальность. Хиттиор глупец. Ты сопротивляешься моему прикосновению. Тит. Капитан ультрамаринов. И касанию варпа тоже. Это весьма впечатлило моего слугу. Да, ты считаешь инквизитора предателем. Но Дроган умер еще до вашей первой встречи. А вас использовала моя марионетка воплоти. Штаны зачетные у него. Штаны зачетные у него. Меня так просто не убить. Что за битва титанов началась? Туда его. Ха-ха. Что происходит? Император, храни нас. Нам нужен выход. На лифт. Демоны. ХАМ! ГОВОРЯТ�. ХАМ! ХАБ! Замит! - Ну, демоны немножечко по-другому, конечно, двигаются, это не орки. Ну-ка, а добиваются так же? Так. Ну и нахер отсюда валят. Агенты Хаоса уже как-то проникли туда. Капитан, не останавливаться. Они так лопают смешно, типа, с этим огнем. Ха-ха-ха. Короче, орки получают пиздюлей теперь от всех. Так, последний момент, да, что-то поменять. Так, ну пускай они дерутся, да-да. А мы можем пройти как-нибудь? Незаметно. Как-нибудь? Фу. Слава приеме битвы! К выходу! Не останавливаться! А куда? А, вот сюда. А вот это уже звучит интересно. Все-таки они используют этого огромного робота. Но я так думаю, что следующей серии будет уже последней. Потому что тут делать-то нечего. Ну, максимум две, конечно, но не думаю. И зачем это надо было? Ну, ничего не было. Ладно. Это... Железный Ореол. Древний артефакт создает персональный энергетический щит, который заметно усиливает прочность силовой брони космодесантника, позволяя ему выдерживать самые сильные атаки. Железно-Ореолы столь редкие, что использовать их могут только капитаны ультрамаринов и воители. Вопрос... Брать ли мне мол? Наверное, возьмем, а че нет? Тем более болтер усиленный, в принципе, пойдет. Ну шо, держитесь. Ультрамарины, в атаку! Стрелок хаос? А че они такие жесткие? Огон! Да. Не отпустим, дорогие, так и верят. Классии, я ищу их не смогу. Стрелок хаоса. Умертвижем! Пошел спустим! Да, передержите! Играет музыка Играет музыка Ну не знаю, не знаю Что-то с этим молотом Он вроде как бы и дамажит Но то, что оружие блокируется Это не очень интересно Так, и в чем проблема Кодекс Астарта согласит, что лишь те, кто заодно с Хаосом Могут выдержать касание Варпа Ты забываешься, Ультрамарин Леандр, этот вопрос Очень беспокоит и меня Но поиск ответов подождет до того момента Когда мы остановим вторжение Хаоса А если будет поздно? Леандр, хватит Нам нужно идти дальше Смотри, чё, гадёмыш Против капитана попёр Ну-ну-ну-ну Реально забываешься, салага У нас мотивов-то нету Нет никаких мотивов Не может, что мы так в конце типа Опа, и предатели, да, оказались Нет, вряд ли такое будет Хотя И так уже предательство было Зачем нам ещё одно предательство? В игре это было бы уже как-то, ну, перебор О, наш, что ли? Солдатики А нет, это не наше Как они так легко меня снесли? А почему они как солдаты выглядят? Или это порабощенные, или чё? Я думаю, наши гвардейцы это Братья, в атаку 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 У них плюхи, короче, болезненные, но вроде бы они, короче, не это, плохо состреляют. Ну, медленно. Медленно и не точно. Спать, нам было воевать. Ничего не понятно, но очень интересно. А, лестница там была. Ранса мало было, мне кажется, нам было больше сегмент с ранцем делать, или чаще их, или тоже какой-нибудь адаптивный, чтобы можно было и с ранцем проходить, или без него. Ну, понятно, что они уровни затачивали специально под ранец, но как-то, как будто маловато было, потому что довольно эффективное оружие, интересное. Господа, офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Ну, куда они все летут?! Гвардеец, рапорт. Господин космодесантник, они практически сразу напали на нас. Лейтенант, здесь космодесанты. Капитан Тит, вы слышите меня? Это лейтенант Мира. Тут вся планета словно свихнулась. В этот мир вторглись силы хаоса. Доберемся до Титана и уничтожим врата Варпа. Я знаю нужную дорогу. Я разослала людей на аванпосты между комплексом Калкис и бастионом Праймус. Оттуда по железнодорожной сети можно добраться до мануфактории Аджакис. Понятно. Встретимся там. Наверно, на Лазаре мы остановимся. Мне кажется, он здесь прям пригодится. Что-то мне даже в этом замесе Оркс как-то жалко. В общем, можно было как-то так, знаешь, пробежать, чтобы у них конфликт свой шел, а у нас своя задача. Что-то сложно с ним почувствоваться. Ладно, попробуем. Убейте меня завтра! А как мне выжить-то? Идите, полотите! 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 Нет! Мы, может, поедем? Сначала вторжение орков, а потом еще и эти еретики хаоса. Удивительно, что это место вообще уцелело. Идите, полотите! Немедленно! Да, мэм. Остальные взводы собираются отходить в направлении бастиона. Держите эту позицию, или они будут отрезаны. Приветствую, ультрамарины! Ну что у вас, лейтенант? Настолько хороши, насколько это возможно, если учесть, что мы окружены вражеской ордой. Мы возвращаемся на командный пост, капитан. Уничтожить господеса! КАСТУЛИТ ВТОМНЫЙ СИГНАЛ КАСТУЛИТ под конец они прям что-то разогнали сильно много врагов разные враги больно бьют хотя это же вот не понимая вот этот смысл апгрейдом не дали дополнительные щиты но и врагов подняли по дэмэджу и типа я не ощущаю прогрессии из-за этого типа ну понимаете это как бы так 15 выстрелов есть замечательно человека снова на нашем пути встали ну и дешевле как они нас Они еще и сзади, а как они сзади оказались? В смысле, щитовиков не берут? Вы че? Какой бессмертный гвардеец, это один дегейтер. Так, ну мне, наверное, надо на лазерку переходить. А раньше нельзя было, да, обратить внимание, пока мы волну не зачистили? Не, нормально, нормально. Привет, мира! Иона, а я уж думала, что твои кости давно глажут демоны. Как видите, еще нет. Что за флирт? Давай докладывай, Иона. Зеленокожие плотно нас прижали. И здесь, и у Бастиона тоже. Готовьтесь отходить к Бастиону. Не вступайте в контакт с силами Хаоса, пока у меня не будет подкрепления поддержать вас. Есть, лейтенант. Так, ждем сохранения. Что за пятно крови? Капитан Тит, прошу сюда. Куда? Куда? Что? Что? Лейтенант Мира, говорит Бастион Праймус. Нас яростно атакуют, орки вернулись. Они отключили сторожевые орудия. Как все? Они вырубили генератор. Мы не смогли отстоять его, их было слишком много, мы отступили. Мы с ультрамаринами почти на вашей позиции. Конец связи. Не, ну финалом уже попахивает, кстати. Хотя могут предфинальную главу растянуть жестко. По времени. Потому что они не одинаковые. По длительности. Могут. Так, сохранение. На этом, наверное, давайте мы и закончим. Где там что-то интересное? Что-то интересное. Давайте до следующего. Генетическое сканирование завершено. Адептус Астартес. Доступ разрешен. Открыта плазменная винтовка. Плазменная винтовка типа Огонь Ярости. Модели 12. Стреляет энергетическими зарядами, способными разрушать самую тяжелую броню. Это оружие обладает очень высокой эффективностью, но быстро перегревается. Лазерная пушка. А я не могу сменить, что ли? Ну, давай, допустим. Орки! Снова орки! Еще зеленокожие! Бегите! Вперед! Бегите! 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 Держать позиции! Ультрамарин и Сибири! Есть, лейтенант! Ультрамарин и Сибири! Держать позиции! Теперь вы видите, почему нужны эти орудия. Нас слишком мало, чтобы удержаться против такой армады. Лейтенант, враг атакует центральный аванпост. Скажите, что мы уже идем. Пошли, братья. Ага, может мы вот это взять. А, уже нельзя? А, можно. Пошли, братья. Которая мы устроим тут грязь. Нам нужны эти пушки. Лейтенант, где генератор? Если пойдете прямо, найдете его в конце линейки. Свяжусь с вами, когда будет связь. Братья-гвардейцам потребуется ваша помощь, пока не включатся орудия. Будем держать оборону, капитал. Братья-гвардейцам потребуется ваша помощь. Комментария. 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 Пашли-гвардейцам. Вообще бесконечная орда какая-то. Вообще бесконечная орда. Вообще бесконечная орда. Вообще ваншотит оружие. Реально. Так, все, давайте на этом закончим. Сохранение только что было. Будет ли одна серия или две, не знаю, но дело подходит точно уже к финалу. Вот. Можно посмотреть. Выбор задания. Князь демонов. Касание света. Пробуждение гиганта. Победа и жертва. А, 18 глав. Тогда две точно минимум, либо даже четыре. Окей, я попутал что-то. Вот. Так что. Ну и сейчас мы на 15, я всего 18. Тут две, наверное, точно, да. Две точно. Все. На этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте данное видео лайком и каналом подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого, не забывайте заглядывать в телеграм, группу ВК и на бусте по возможности. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok